Привет всем, с вами Роман Милиниченко и Hotline Video. Сейчас я бы хотел рассказать о двух видеорегистраторах марки Q-Star, моделях A5 и A7. Однако сегодняшнее видео больше, чем просто обзор регистраторов. Это знакомство с разными подходами и с разной концепцией создания подобных устройств. Модель Q-Star A5 представляет собой обычный регистратор Monoblock. Модель Q-Star A7 – это регистратор, состоящий из двух частей – основного блока и камеры. Каковы преимущества такой конструкции? В чем ее плюсы и минусы? Мы и постараемся выяснить в данном видео. Оба регистратора Q-Star на момент тестирования стоили около 2000 гривен или даже более того, а потому должны оправдывать свою цену, начиная с комплектации. Так, вместе с регистратором Q-Star A5 в коробке вы найдете 3 кабеля для подключения, инструкцию, автомобильную зарядку и два шарнирных крепления на лобовое стекло. Неплохо, равно как и сам дизайн устройства. Аккуратная квадратная коробочка с круглым объективом в передней части, 2,4-дюймовый дисплей сзади. Также сзади под дисплеем размещены все шесть управляющих кнопок, а на боковых гранях – разъемы для подключения и слот для карты памяти. Меню модели A5 выполнено в таком же сдержанном стиле. Черно-белая гамма, несколько основных пунктов, хороший перевод, интуитивное управление и логичные подсказки над кнопками. Все просто и понятно. Q-Star A7 впечатляет намного сильнее. В большой коробке находится все и даже больше. Раздельная камера, основной блок, два типа зарядок, несколько кабелей с десяток различных креплений и зажимов, кнопки дистанционного включения устройства и многое-многое-многое другое. Понятно, что сильнее всего впечатляет само устройство. Цилиндрическая камера в прочном корпусе с длинным проводом и крупный основной блок с огромным дисплеем, большими кнопками и массой разъемов на боковинах. Все это дает ощущение профессионального устройства. Меню модели A7 также выглядит более интересным. Много пунктов, больше цвета, куча настроек. Скажу лишь, что пользователю доступен выбор из 10 различных сочетаний разрешения и количества кадров, в том числе HD-разрешения и съемка видео с частотой 50-60 кадров в секунду. В вопросах работы и эксплуатации начнем с установки модели A5. Тут все привычно. На стекло вешается крепеж, с его помощью устанавливается регистратор и в путь. Как и в других регистраторах, в модели A5 предусмотрен режим автоматического включения и начала записи при подаче напряжения через прикуриватель. Это сделано в расчете на то, что автолюбитель, единожды установив видеорегистратор, подключит его и будет так ездить длительное время, скажем год. И вот здесь кроется основное преимущество регистратора Q-Star A7. На его базе можно создать скрытую систему видеонаблюдения, которую не придется постоянно прятать от воришек. Представьте себе, незаметно устанавливаем камеру в углу стекла, а основной блок прячем в бардачок. Однако все просто лишь на бумаге. К примеру, камеру не получится установить в правый верхний угол, который ближе всего к бардачку. Ведь там у большинства автомобилей находится зона, неочищаемая дворниками. Также есть сложности с установкой камеры в левом верхнем углу. Тогда может не хватить провода, чтобы протянуть его через весь потолок, опустить по стойке и завести в бардачок. Логичным решением является установка камеры по центру лобового стекла возле внутреннего зеркала заднего вида. Тем более, что там, как правило, присутствует затонированная зона, которая дополнительно спрячет камеру от чужих глаз. Кстати, затонированная полоса в верхней части лобового стекла также служит неплохой маскировкой для камеры. Конечно, камеру можно установить и на передней панели, но тогда теряется весь смысл скрытой установки видеорегистратора. Следующий нюанс – угол установки камеры. Для крепления в автомобиле предназначен небольшой кронштейн со ступенчатой, а не плавной регулировкой угла вертикального наклона камеры. Перед покупкой обязательно убедитесь, что кривизна лобового стекла и доступные углы этого кронштейна позволяют правильно установить камеру. Также этот кронштейн дает возможность менять горизонтальное положение камеры, поворачивая ее вокруг своей оси на 360 градусов. Однако из-за особенностей конструкции повернуть камеру бывает тяжело. Следующий шаг – место установки основного блока. Логично будет спрятать его в бардачок, но как тогда включать запись? Об этом создатели Q-Star A7 также позаботились. В комплекте идет сразу две кнопки дистанционного включения записи. Причем одна кнопка выполнена в красном цвете и имеет сигнальный светодиод, а вторая кнопка служит сразу и точкой подключения зарядного устройства для основного блока регистратора. Словом, интересная задумка, да еще и неплохо реализованная. А теперь коротко расскажу про качество записи. Оба регистратора при максимальных параметрах видео пишут все достаточно хорошо. Яркие цвета, четкие детали, видно номерные знаки автомобилей. И это неудивительно. При заявленных высоких параметрах матрицы. У обоих регистраторов матрица с разрешением 5 Мп, и оба регистратора могут записывать видео в формате Full HD с разрешением 1920х1080 точек и с частотой 30 кадров в секунду. Пришло время подвести черту под нашими испытаниями. Итак, Q-Star A5. Это компактный регистратор с хорошим качеством видео. У него нет критических проблем, но есть сильные конкуренты, например, регистраторы DOT. Что же касается модели A7, то это отличная задумка и неплохая реализация. Причем стоит он лишь немногим дороже, чем A5. Поэтому я советую обратить самое пристальное внимание на модель Q-Star A7. Подписывайтесь и комментируйте. До скорых встреч на Hotline Video.